флаги и гербы республик советского союза хотел мимоходом показать на примере символики советского союза связь знаков с подконтрольными землями и удивился от увиденного начнем по порядку флаги республик советского союза по оглашению все братские республики были равноправны значит и символика должна была быть более-менее равной проверяем на фоне флагов всех республик выделяется флаг грузинской республики официальная символика цветов не устанавливалась неофициально считалось что голубой цвет на флаге символизировал черное море а квадрат с лучами безоблачное небо грузии интересно но грузия не была единственной республикой имеющий выход к морю и солнце в небе необычно выглядит флаг грузинской республики в период с 1922 по 1937 годы вроде как на флаге написано грузинскими буквами гсср но даже не знаю грузинского алфавита очевидно что три буквы в надписи одинаковые и сочетание гсср на русском языке не получается история флага азербайджанской также выделяется из общей картины 1920-21 годах на месте серпа и молота на красном полотне был полумесяц со звездой переходим к гербам вот тут начинается самое невероятное с первого взгляда так похожие гербы имеют ряд принципиальных отличий гербы двух республик имеют вместо восходящих кверху венков с какой-то съедобной растительностью замкнутой окружности соответственно звезда на них находится внутри окружности третья республика со звездой внутри герба таджикская чем обусловлены гигантские размеры звезды в гербе этой республики затрудняюсь ответить герб армянской республики приобрел такой вид не сразу первоначальном варианте он выглядел таким образом после упразднения закавказской социалистической федеративной советской республики и вхождение армянской республики непосредственно в состав ссср 23 марта 1937 года на чрезвычайном девятом съезде советов армянской ссср была принята новая конституция герб был несколько изменен оливковый венок заменен хлебными колосьями удален с рисунка диск восходящего солнца и его лучи серп и молот стали освещаться пятиконечной звездой вокруг герба располагались надписи армянская советская социалистическая республика на армянском языке а внизу герба пролетарии всех стран соединяйтесь на армянском и русском языке таким образом это был единственный герб в котором отсутствовал изображение солнца серп и молот закрывают звезду звезда закрывает солнце что означает такое резкое изменение в символике предлагаю зрителям самостоятельно поискать ответы возможно это было каким-то образом связано с переделом земель ранее принадлежавших армянскому народу на гербе грузинской республики солнечный диск с лучами есть его также закрывает звезда это единственный герб где серп и молот соприкасаются рукоятками в гербах остальных республик они разнесены в разные стороны единственный серп похожий на настоящее орудие труда это серп в гербе успехской республики примечательно что на фоне остальных республик бывшего ссср именно в узбекистане произошел прирост численности населения с 1979 года более чем в два раза рукоятки на серпах гербах остальных республик вряд ли можно было использовать в работе википедия выдает и вовсе невероятный вариант расшифровки слова серб социалистическая и еврейская рабочая партия в гербе киргизской ссср серп и молот выглядят переплетенными и только в гербе латвийской республики молот располагается перед серпом самое время попробовать разобраться почему они такие разные эти орудия труда посмотрите как выглядит рукоятка серпа как было сказано ранее только в гербе узбекистана угадываются черты настоящего орудия все остальные никак не подходят для работы обратите внимание на рукоятки настоящих серпов например на картине венецианова жнецы кстати если серпом изображен молот то разве молотами должны быть одинаковые края скорее имеем молоток а не молот если молотом пользуются в основном кузнецы то молотком могут пользоваться не только созидательных целях например на аукционе вернемся к гербу латвии из необычно что может ее выделять на фоне остальных республик это вхождение в состав гонзейского союза столицы города рига например в 1710 году при капитуляции рижской губернии и передачи города от швеции к россии князь петр алексеевич согласился оставить прежний язык немецкий сохранить льготу по невыплате пошлины зунской и в те годы рига выделялась интересно взгляды на гербы украинской и российской республик государственный герб украинской советской социалистической республики состоит из золотых серпа и молота изображенных на красном щите освещенных лучами солнца и обрамленных колосьями пшеницы герб российской социалистической федеративной советской республики выглядел похоже в верхней части щита располагались буквы с каждой стороны щит картуш окружали 7 колосьев девиз размещался на красной ленте в нижней части герба кроме завитков по-научному картуш герб рсфср принципиально отличается от всех остальных тем что колоски в гербе не касаются друг друга разрознены разобщены а если начать внимательно вглядываться в герб рсфср то и вовсе проявляются нелепые образы благодарю за внимание